Мы за человечность. Просто хотели бы поддержать по-человечески эту семью, потому что мы все тоже мамы, семейные. Хотелось бы, чтобы дочь и папа воссоединились просто. И еще папа был на свободе, потому что он сейчас ни за что находится, вообще неизвестно где, и жив, все ли с ним в порядке тоже не будет. Ну, я очень хочу подарить Маше подарок, вот, видимо, и очень понятно, как это сделать. Я приехала просто, чтобы выразить свою поддержку Маше, Алексею и вообще всем гражданам, которые попадают в эту ситуацию, когда государство преследует их за оппозицию и преследует их детей, и когда детей заставляют вдумать и говорить то, что они не хотят, когда государство разлучает родителей детей, совершенно не имея никакого права, и это все очень плохо и неправильно. Я надеюсь, что большинство граждан нашей страны это прекрасно понимает, и цели действия государства только усиливают, ну, по поддержку Маше и тех, кто выступает против спецоперации. Как вы думаете, почему вот КДН отозвало иск? Это повлияла ли общественная реакция на это? Конечно, общественная реакция сделала очень большое дело. То, что сейчас Маше пытается не кнутом, а пряником как-то задобрить, это уже какой-то позитивный знак. Другое дело, что, конечно, ребенку все равно очень плохо в этой ситуации, и, конечно, все люди, которые принимали в этой травле участие, они должны понимать, что на их совести судьба человека, да, судьба на всю жизнь, потому что такая травма будет на всю жизнь. Ее будет очень сложно пережить, и, ну, как бы, я не знаю, как могут себя чувствовать эти люди, которые такое делают. Как они могут себя чувствовать, каждый человек, который принимает участие. И вот те люди, которые здесь в суде, как они могут себя чувствовать, как директор и учительный смог себя чувствовать, как губернатор Дюмин может себя чувствовать. Вот, мне кажется, что они должны подумать немножко о своей совести, о себе, о своей душе. Спасибо. А вы не покажете, что вы привезли для Маши? Я принесла книжку «Дети капитана Гранта». Она, конечно, немножко из моего детства, потому что нынешние дети говорят, не очень любят Джо Губерна. Но это очень важная книжка, это про поиски отца книжка, и это книжка про приключения. Я написала Маше небольшую записку, где я написала, что жизнь – это приключение. И если относиться к этому так, то станет намного легче жить. И главное – то, как ты пройдешь это приключение с достоинством или адресом. Ну, на самом деле, я считаю, что это хорошая новость, что отозвано из ограничения родительских прав, потому что это касается как Дори Сичехина, так и Алексея Москалева. То есть, если сейчас суд это подтвердит и принят решение прекратить это дело, это будет позитивная новость. Но при этом это не снимает ситуацию с того, что Машу с 1 марта никто не видел и не слышал, кроме тех фотографий, которые периодически появляются. Судьба Алексея Москалева также остается неизвестной, потому что его вроде как экстрадировали, а куда и как, не адвокат, никто не знает. Поэтому я продолжу наблюдать за этой историей в надежде, что и Машу мы увидим, и кто-то из близких людей ее сможет увидеть. И все-таки с Алексеем ситуацию каким-то образом слегче. Ты автор петиции о Маше Москалевой. На данный момент сколько уже она набрала подписей? Ну, на сегодня, точнее, на вчера вечера она набрала чуть меньше 149 тысяч подписей. И, собственно, у нее было два требования. Первое – это отозвать иск об ограничении родительских прав, что мы достигли этого совместными усилиями всех тех, кто занимался этой историей. Второе – вернуть Машу домой к Алексею. Ну, с этим сейчас, конечно, сложно. И это во многом будет зависеть от того, что происходит сейчас с Алексеем, и какое решение будет принимать апелляцию. По твоему мнению, гласность повлияла на эту историю? Однозначно. Я был уверен, что эта история бы тихо умерла бы у Ефремова, и никто бы до той же Ольги с Тихимой не стал бы искать, и Маша бы уехала жить в район, в детский дом. А сейчас все-таки мы еще и в детский дом совместными усилиями. Поэтому я считаю, что то, что сотни тысяч людей написали письма к полномоченным, к губернатору, к прокуратуру, это заставило власти изменить то решение, которое изначально мне готовили. Спасибо. А скажи, вот это сердечко тут, что это? Сердечко – это здесь местные активисты принесли, и считаю, что это хороший знак поддержки вашей. Почему вы опаздываете? Не подскажете? Дайте проход, пожалуйста. Екатерина, заседание окончено. До завтра перерыв до 12 часов. Прокуратура не успела ознакомиться с заявлением комиссии по делам несовершеннолетних. Все мы ознакомились, прокуратура нет. Ребятам до завтра нужно время. То есть получается, что нет никакого решения сейчас? Да, решения на данный момент нет, но основания отказывать комиссии по делам несовершеннолетних забрать свой ИСТ и прокуратуры тоже вряд ли найдутся. Но, тем не менее, им нужно прочитать. Вся Россия прочитала, прокуратура не прочитала, а значит завтра в 12 мы снова увидимся. Вот только что нами от добровольца Инии, с которой мы плотно общаемся, получили фотографии. В данный момент девочка с мамой и с Инией. С ее разрешения, я думаю, мы опубликуем эту фотографию. Почему я считаю отзыв иска победой? И дальше адвокат Бельенко, который продолжит борьбу за своего клиента в уголовном деле, пояснит, что это на самом деле победа и полезно и вам для дальнейшей борьбы. Дело в том, что когда человек не ограничен в родительских правах, он остается в равных правах с матерью девочки. Мать вызывает у нас всех вопросы. Тем не менее, где она была, почему она не забрала девочку в этой ситуации тут же, а больше того написала заявление. Поэтому, когда удастся, я надеюсь, вызвать Маскалева, девочка уже будет решать, с кем ей оставаться. После 10 лет ребенка опрашивают в суде. Поэтому то, что мы сохраним его родительские права, это достижение. А отзыв иска, это безусловная победа, потому что нам не придется с вами тратить время, доказывая как минимум суду и стороне, что оснований для ограничения в родительских правах нет. Но вот, к сожалению, придется нам встретиться и завтра, поскольку прокуратура читает медленнее, чем вся Россия. Ну, дадим возможность им по слогам это прочитать. Надеюсь, что препон никаких не будет. По законодательству родителей, один из родителей как минимум должен быть на заседании. Разве нет? Да нет такого законодательства. Есть представители родителя. Хотя мы, конечно, если бы продолжился процесс, настаивали бы на том, чтобы все-таки Москалюк был опрошен. Но я полагаю, но я буду крайне удивлена, если этот процесс не закончится завтра. Смотрите, что знаю я о ситуации на данный момент. Не по слухам. В данный момент они не уехали в Крым. Все уже вчера знали о том, что иск будет отозван, кроме прокуратуры, повторю еще раз. Поэтому мы с вами... Остальное это какие-то наши подозрения и домыслы. Нас это решение, безусловно, устраивает. Что касается мамы, то и Львова Белова, и органы опеки, и все прочие должны, безусловно, обратить внимание на маму и на то, что будет происходить дальше. То есть бросать Машу с мамой, которую она, извините, узнала только недавно, ни в коем случае нельзя. И если там будут возникать какие-то вопросы, вероятно, нужно будет возвращаться снова к судебным разбирательствам и всему прочему. Поэтому я предлагаю общественности не сбивать градус своего внимания к этой девочке. Есть предложение от добрых, серьезных людей об обучении этой девочке в Подмосковье, которые готовы оплатить это обучение. Мне кажется, что пока адвокат Бельенко будет заниматься вызволением своего доверителя, альтернатива в виде качественного обучения в Подмосковье тоже будет отлично. Это школа-интернат, да? Есть такое учебное заведение Кораллова, они прислали нам свое предложение, но решать опять-таки будет мама, в данный момент ее Маша, в данный момент ее мама, будут, вероятно, переговоры. И вот в данный момент с девочкой находится сыния Денисова. Она нам, собственно говоря, передала фотографии. А почему позвонить нельзя по видеозвонку? Поглядеть на нее? Жива ли она? В каком она состоянии? Насколько она все равно? Вы скажете нам два слова? Привет! Подождите, какая-то сыния, какое отношение она имеет к Маше? Какое отношение имеет она к семье? Давайте сделаем сейчас все возможное, чтобы действительно, раз рядом с ней находится мама, чтобы она обеспечила возможность Кто такая сыния, объясните. Да, чтобы люди успокоились. Да, потому что непонятно. Я знаю, я просто не знаю, что я не могу говорить, но, к сожалению... Нет, скажите, кто это такая сыния? К сожалению, не я, не адвокат, тоже не имеем возможности с ней пообщаться. Мы бы очень хотели. Почему вы, имея нотариальную доверенность от Алексея, ни разу не были в приюте? Нас совершенно не устраивают какие-то фотографии, они нас не устраивают, потому что фотографии... Мы ребенка не видели. Да, мы не видели ребенка, и не видели его ни вы, ни Белиенко, никто его не видел. С моего момента вступления в процесс с нами были направлены заявления и в приют, как вы говорите. Отчитываться перед широкой общественностью, к сожалению, мы не можем заставить ни органы опеки, ни приют, ни власть. Я могу сказать, что лишний скандал и попытка сделать из этого дела оппозиционное дело, я считаю, девочке и ее папе навредили. И вот за эту неделю мы написали такое количество разъяснений и писем очень серьезным людям в стране, которые откликнулись и убрали лишний флер негатива от этого дела. И мы видим результат. Мы можем с вами пытаться рисовать какие-нибудь протестные рисунки, а еще мы можем подумать о реальных людях и сделать все, чтобы они не оказались в сиротском учреждении и в тюрьме. А если вы будете устраивать скандалы, я боюсь, что этим вы только навредите. Поэтому спасибо большое. И большое спасибо и тем, кто откликнулся на наше обращение. Мы также писали открытое письмо Пескову, который позволил себе комментарий по этому делу. Мы потратили немало времени вместе для того, чтобы пояснить все нюансы дела и убрать лишнее из этого дела, из сплетни. Вы сначала мне скажите, что вы хотите. Я вам уже... Она занимается, я не могу ей дать трубку. У нее онлайн. У нее онлайн сейчас, да, она занимается? Да, она сейчас занимается. Вы сами... Здорово, здорово. Сейчас после обеда мы выезжаем в Крым отдыхать. У Маши все отлично. Вы сейчас где находитесь-то? В Ефремове или в Ефремове? А я могу вам сказать? Понятно. И говорить я вам не обязана. Понятно. Вы уж меня извините. Но у Маши все хорошо, она счастлива. Все понятно. До свидания. Угу.